Детская площадка на юных ленинцев. Здесь развернулось настоящее сражение. До победы допрыгивают в мешках, добегают на перегонки и доходят своим умом, решая ребусы и загадки. При соревновании хоть и не хитрый, но для участников весьма желанный. Это значок, площадки нашего двора и гордое звание победителя. Сравниться с ним может только встреча с интересным гостем. Приходили представители музея Островского, проводили викторины, была экспозиция, у них такая тема кошки. Детям понравилось, они тут конкурсы проводили на эту тематику. Также приходил представитель центра занятости населения, также проводили викторины, профориентационная беседа была. Для Кирилла Слюсарева работа аниматором на площадке – одновременное веление души и летняя практика в колледже. Он уже успел определиться с детьми, какого возраста ему нравится заниматься. С маленькими детьми просто все, работать. Потому что они как бы слушают, они пытаются что-то новое узнать. Аниматоры работают на детских площадках с пяти до восьми вечера, однако и самим волонтерам скоро потребуется помощь. Такими волонтерами могут стать и ваши родители. Потому что студенты побудут летнее время, а потом у них будет учеба, они вряд ли смогут уже заниматься волонтерским движением, ну то есть помогать. А вот ваши родители могут дальше продолжить. Кто-то должен проявить инициативу один, другой или по очереди и заниматься с детками, правильно? В начале лета в Сочи работали 112 детских площадок. Правда, в основном на территориях школ и детских учреждений. Сейчас места для игр стало больше. Волонтеры развлекают детей и на придомовых площадках. Там, благодаря удобному месторасположению, собирается больше народа. Но количество – не главный показатель. За качеством детского досуга продолжат следить в течение всего лета. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».